И как бы ни была, она пуста. Живи, ищи еще креста. Не создана по знаниям любви. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире очередная передача «Точка опоры». Христос воскресе! Божье благословение да пребудет со всеми вами! Я вам говорил о том, что духовная зависимость проявляется в мыслях, которые лезут в голову, когда появляется свободное время. Святые отцы так и говорили. Праздный ум – мастерская дьявола. Очень важно, чтобы душа человека была открыта для Бога, чтобы Господь жил в душе человека. И тогда невидимое зло к такому человеку приблизиться не сможет. Но если душа человека открылась бесовским силам, то сам человек не может преодолеть духовную зависимость без Божьей помощи. И для того, чтобы получить Божью помощь, человеку следует прийти в храм и на таинстве исповеди обратиться к Богу за помощью и дать за рог на Евангелии, на кресте от всех спиртных напитков. И если обращение-то будет искренне, то Господь поможет такому человеку. Я говорил вам о том, что психическая зависимость связана с тем, что внутренний эндогенный алкоголь – это центральный нейрогормон радости жизни. Если у человека хорошо вырабатывается внутренний алкоголь, в норме у взрослого человека в сутки вырабатывается 10-12 граммов 80% спирта. Иначе говоря, бокал вина в норме. А при стрессах и эмоциях это количество внутреннего алкоголя увеличивается в 10 раз и больше. То есть может вырабатываться бутылка водки и больше. Значит, можно сказать, что у здорового человека среднесуточные перепады внутреннего алкоголя от бокала вина до бутылки водки и больше. И если у человека хорошо вырабатывается внутренний алкоголь, то такой человек, по образному выражению преподобного Паисия Святогорца, воспринимает мир как пчела, которая повсюду видит цветы и мед. А если алкоголь вырабатывается плохо, то человек в своем психологическом восприятии мира превращается в муху, которая видит помойку даже в цветущем саду. Когда человек начинает водить алкоголь извне, выработка внутреннего алкоголя начинает уменьшаться вплоть до полного прекращения. И вот когда наступает полное прекращение, у человека исчезает жизненная мотивация. У него в памяти начинают накапливаться отрицательные эмоции. Его душа как бы магнетизируется силами зла. Вы знаете, что много лет назад, в 1979 году, я заканчивал военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге и служил врачом подводной лодки на Дальнем Востоке, на Тихоокеанском флоте в городе Владивостоке. И вот на подводной лодке много приборов. От работы электронных приборов намагничивается корпус подводной лодки и наведенное магнитное поле сбивает показатели приборов. И приборы начинают глючить, давать неверные показания. И тогда лодки проводили процедуру размагничивания. Ее выставляли на якоре в определенном месте, делали определенные магнитные растяжки, подходил особый корабль размагничивания, набрасывал особые провода, пропускал токи и снимал наведенное магнитное поле. И приборы работали нормально. Каждая подводная лодка два раза в год проходит размагничивание. Боевой корабль раз в два года. Торговый корабль раз в пять лет. Об этом знает каждый моряк. Так вот я хочу сказать, что человек тоже намагничивается. И вот это размагничивание проводит внутренний алкоголь. А когда внутренний алкоголь перестает вырабатываться внутри центральной нервной системы, внутри организма человека, потому что он водит этот алкоголь извне, то в памяти и сознании человека начинают накапливаться отрицательные эмоциональные воспоминания. И по своему восприятию он превращается из пчелы в муху. Жить становится неинтересно. Душа праздника просит. Жизненная мотивация у человека появляется только в предвкушении приема спиртных напитков. Человек и сам не замечает, что начинает пить почти ежедневно. Для того, чтобы оправдать свое состояние выпивки постоянной, он сам себе говорит, я не алкоголик, я пью только по праздникам. И человек даже не задумывается, а сколько именно праздников в году существует, по которым он пьет. В советское время по календарю существовало 187 праздников в году. Если к праздникам светским сегодня прибавить праздники церковные, то каждый день может быть праздничным. Если к нему добавить еще и личные, семейные и домашние праздники. То есть пить по праздникам это возможно каждый день. Но если спросить человека, а почему ты пьешь по праздникам? А потому что душа праздника просит. Нету праздника. Праздник исчез. Та радость Бога общения, которая была у человека от рождения в детстве, исчезла вследствие введения алкоголя извне. Вследствие того, того, что человек не с Богом стал общаться, а с бесами. И если человек продолжает пить, то психическая зависимость переходит в физическую, более тяжелую, более приземленную. физическая зависимость всегда начинается с увеличения дозы. Старая доза перестает действовать. Человек выпивает и ничего не чувствует. Ему надо добавить. И включается закон. Чем больше доза, тем меньше кайфа и больше ломки. Когда в центральной нервной системе человека в его организме перестает вырабатываться внутренний, естественный, эндогенный алкоголь и поступает большие количества внешнего алкоголя, который, по сути дела, является ядом для организма, в организме начинает вырабатываться противоядие. Почему увеличивается доза? Человеку как бы надо сначала нейтрализовать противоядие, вот противоядие, выработка противоядия проявляется в тяге, в ломке, в недомогании, в отравлении. А когда человек выпивает, ему легче становится. Он как бы нейтрализует свою внутреннюю защиту. Это очень тяжелое физиологическое состояние. в этот период обмен веществ человека меняется. Основой обмена веществ нормального здорового человека является расщепление глюкозы. А у человека, страдающего алкоголизмом, алкоголь заменяет глюкозу. Он является главным энергетическим источником. как бы машина с бензина переходит, скажем, на газ. Другой уровень энергетики. И человеку надо пить уже не для того, чтобы стало хорошо, а чтобы не было плохо. Вот эта зависимость лечится врачами. Иногда люди, которые попадают в тяжелую физическую зависимость, у них развивается белая горячка, острый алкогольный психоз, страшные зрительные слуховые галлюцинации, когда человек воочию соприкасается с невидимым миром. Это результат интоксикации, результат отравления организма человека токсическими продуктами. Такой человек лечится иногда в психбольнице, иногда в наркологическом отделении, иногда он попадает в реанимационное отделение. Вот эта зона, которая лечится чисто медицински. Вот почему очень важно понимать, что врач и священник должны быть соработниками в деле преодоления алкогольной и других зависимостей. святые отцы говорили, если священник с верою прочитает над человеком разрешительную молитву, то бес оставит человека, уйдет из него. Но если семеро священников будут молиться над пьяным, он не отрезвеет. Вот надо помнить, чтобы привести человека к духовному исцелению, ему иногда необходимо оказать психосоматическую помощь, иногда реанимационную помощь, связанную с детоксикацией, очисткой его крови, очисткой его организма. Подведя итоги тому, что я сказал в трех наших последних передачах, я рассказал вам о трех головах зеленого змея духовной зависимости, психической зависимости и физической зависимости. Духовная зависимость – это мысли, связанные с выпивкой, которые непроизвольно возникают в душе человека, в его сознании. Психическая зависимость – это потеря радости жизни. душа праздника просит, человеку становится неинтересно жить без этих веществ. И физическая зависимость – это изменение обмена веществ, увеличение дозы, ломка и тяга. Физическую зависимость лечит врач, иногда в отделении реанимации. Психическую зависимость – врач и священник, а духовную зависимость только Господь через священника. На таинстве святого исповеди и святого причастия. Отвечать на ваши вопросы я продолжу в наших следующих передачах. Христос воскресе! Божье благословение да пребудет со всеми вами! Один пожар и тот в твоей крови как дар, как свет и больше ничего здесь нет. в твоей в твоей в твоей дошли. Субтитры подогнал «Симон»